Добрый вечер дорогие мои, мы вышли погулять, не гуляли с февраля месяца этого года с матушкой по этой дороге. Сами вы видели, было некогда, матушка правильно смотрит по краешку, у нас тут по краешку бывают грибы, ты там пойдешь, да? Ага, слушайте, я тоже люблю там смотреть грибы по этому краю, давайте я тоже залезу. Может быть и я на кого-то натолкнулся. И поговорить-то я все равно с вами смогу, как-то я уже приверился к этому. Так что смотрите, у нас с вами идет маленькая серия разговоров про исихазм. Ну, вы сами захотели. Один из наших ангелов задал этот вопрос, что вы скажете про исихазм и нужна ли для него аскетика. Ну, я вам уже объяснил, коротко, мое объяснение заключается в том, что исихазм нужен всем. Исихазм это процесс формирования духовного мировоззрения, духовного видения мира. Так уж как-то происходит, что мы, родившись, живем в мире материальном и нас приучают к терминологии и к видению материального мира. И у нас все в голове образовано под материальный мир и набор наших образов под материальный мир, понятий, знаний. Под материальный мир в молодости и в детстве. В какой-то степени есть, конечно, сейчас вот те, кто детей приучает к религии. У них видение немножечко мира духовного. Ну, по крайней мере, в каком-то таком хотя бы обозначении, что все создано Богом, что это все принадлежит божественной среде и так далее и тому подобное. Но на самом деле все это достаточно ограничено, поскольку мы хотим прежде всего сделать ребенка успешным в этом материальном мире. И для этого предназначены все школы, институты, колледжи, родительские всякие образования и желания. Все нацелено на то, чтобы сделать его успешным в материальном мире. Это не совсем правильная точка зрения, но сейчас никуда от нее не денешься. Эта материальная точка зрения охватила весь мир. Хотя надо сказать, что до 19 века, Ну, в Европе чуть пораньше, конечно, стала отходить вот эта материальность, стала появляться как главная основа. И по существу Маркс пишет концепцию материального видения мира, которую, кстати, приняли поначалу как религиозную. Вот вы представляете, марксисты, они в какой-то степени даже выступали как религиозной организацией. Больше того, наше православие в России сделало много для того, чтобы марксизм появился как материальное видение мира для верующих людей. Там, в Замоскворечье, был создан специальный, можно так сказать, институт марксизма старообрядцами. Старообрядцами. И этот институт собирал желающих в нем, ну, или училища, или курсы там, такие, желающие в нем поучиться со всей России. И до 500 человек в месяц они проходили через марксистские курсы. И верующие люди считали, что таким образом они, как верующие с религиозным мировоззрением люди, получают зрение материальное и должны быть успешными. И должны быть успешными. Поэтому некоторые считают, что революцию 1917 года сделали старообрядцы. Если мы посмотрим, то действительно многие из них участвовали, спонсировали и продвигали вот такое движение революционное на российском, политическом, как бы сейчас машины проедут маленько, пространстве. И участие их достаточно широкое и революционное. Но я вам хочу сказать, они-то не думали, что все ведет к тому, что религию-то вычеркнут из этого мировоззрения. Хотя многие и считали, что революционеры уже говорили о религии нехорошо. Но большинство интеллигенции думало, что вот этот марксизм, все это приходит как материальное понимание религиозной мировоззрения, религиозной концепции мира. Один из тех, кто очень сильно в этом ошибся, это тот же блог, написав свои 12, которые заканчиваются, что революционный, держите шаг, вот, и в белом венчике из роз впереди Иисус Христос. Помните это? У него в окончании в школе учили, должны помнить. Так вот, он искренне думал, что идет развитие христианского движения человечества, мышления христианского человечества. И после, разочаровавшись в том, что религию выкидывают, он же бегал, собирал книжки у людей, уничтожал, он отказался от своей этой поэмы 12, считал, что это серьезнейшая его ошибка, потому что увидел, что нет религиозности в материальном видении мира. И вот эта-то проблема, она как раз и сейчас стоит, в том числе и перед церквью, в осознании того, чему же мы должны учить детей и себя самих, потому что, если мы вдумаемся, то церковь, ну вот на моих глазах, я там 30 лет в церкви, 30 лет, учат не тому, чтобы быть духовным в духовном мире, а она все делает, чтобы обучить быть духовным в материальном мире. То есть, как удобнее приспособиться христианину в материальном мире. И если вы посмотрите, то все замены, которые предлагает церковь, светского взгляда на этот мир, религиозного взгляда, они не отличаются именно духовной точкой зрения. Ну, светская медицина предлагает лекарства в аптеке, а духовная, он предлагает лекарства из трав. Пойдите в любую ларек, магазин в Москве, в церковной, и вы увидите, как полно этого направления, или лекарства из таинств делают. А вы вот так. Ну, то есть, это то же самое материальное мировоззрение, то есть, только попытка повлиять на него или участвовать в нем с другой терминологией и немножечко с другими средствами. Но средства это не духовные, но эти не духовные. И поэтому исихазм, углубленный такой исихазм, я не вижу, что в какой-то степени хоть как-то практикуется в видимом пространстве церкви. Видим вот все, что мы видим. То есть, вот попытка перевести на духовное мировоззрение и мировоззрение светское христиан, светских христиан, не существует. Не существует. Оценки существуют. Мы вот с точки зрения церкви видим, что это делается так или не так. Оценки существуют. Но дают ли они понятие того, как должно быть в материальном мире. И поэтому я сейчас вот коротко хочу вам сказать, а как же вот это отношение исихазма меняет отношение человека к миру. И для этого возьму очень простую. Такая есть классическая табличка отношения между людьми, взятая из менеджмента. Так вот можно сказать. Я ее когда-то увидел в Риге, в специальной школе психологии управления. Но часто применяю для различных средств, потому что она очень выразительна. Вот смотрите, есть табличка, где рассматриваются межчеловеческие отношения. Пусть это один человек, другой человек, или один человек общества, руководитель и руководимые, но это классическая схема этого положения, в которой, смотрите, есть такая графа. «Я хороший, они плохие». То есть это вот, если руководитель, то он властный, «Я хороший, они плохие». Если два человека, «Я хороший, она плохая». Муж с женой, например. Да? Вот это одно такое положение. Второе положение. «Я хороший, они хорошие». Может быть такое, что «Я хороший руководитель, и коллектив у меня хороший». «Я хороший муж, и жена у меня хорошая». Может быть. Третье положение. «Я плохой, она хорошая». Иногда бывает такое, что человек вдруг вошёл в алкоголизм, и так далее, и ругал-ругал жену, а потом вдруг одумался, «Ох, надо же». Или жена, она там, ну ладно, согрешила, а потом говорит, «Ой, да, я плохая, а муж хороший». Вот. Но есть ещё положение, «Я плохой, она плохая». Или «Я плохой, они плохие». И вот это всё, вот меж этими, в разное время, вот такими положениями, может быть смена. То есть, «Я хороший, они плохие», «Я плохой, они хорошие». Но чаще всего, вот эта классическая табличка не меняется. Она чаще всего остаётся в том положении, в котором человек может в разных отношениях этих людей по-разному оценивать. В какое-то отношение они хорошие, а потом вдруг становится, что они плохие. И поэтому здесь трудно выйти, как говорится, из этого круга, пока ты не имеешь духовного мировоззрения. пока у тебя не наступает вот этот период, когда ты через исихазм вдруг осознал мир по-другому. Мир по-другому. Что он не такой простой, как прямое дерево, а что он может быть как-то по-другому развлечённый, по-другому значит обозначенный и по-другому существующий в этом пространстве. может многоплановым быть этот мир. Так вот смотрите, в этом духовном мире эта табличка выглядит по-другому. И берём классическую такую, опять тот же порядок. Я хороший? Не-не-не. Начну с другого порядка. я плохой, то есть я недуховный человек. И мир кругом недуховный. Есть такие люди? У много таких людей. Я недуховный, они недуховные. Нефига нам рыпаться. Мы не будем ни во что верить, никакого духовного мировоззрения и духовного мира нам не надо. Ну не надо человека недуховного мира. Духовного мира. Зачем? Ему материальный мир хорош. Он там пытается в этом мире существовать. То есть я недуховный и мир недуховный. Атеисты. Давайте их так хотя бы назовем. Второе положение. Я недуховный, а мир духовный. Мир весь Богу принадлежит. В этом мире очень много духовных ценностей, которые хорошо бы мне не духовному собрать и стать духовному человеку. Классический порядок, да? Я плохой, они хорошие. Я плохой, они плохие. К этому мы подойдем. Еще не было этой. Значит, третья позиция. Я духовный, мир духовный. нормальная позиция? Я вам и рассказываю про исихазм, который говорит, что настоящий христианин таким и должен быть. То есть сначала он должен стать духовным, то есть основой его жизни не материальные потребности, не желание получить эти материальные потребности, а желание быть с Богом, жить с Богом, делать то, что Господь велел. И тогда мир у него духовный, если он говорит, мир духовный, окружающий его, он ему приемлемый, он ему хороший этот мир, он для него приличный. Ну и последняя позиция, которую мы с вами рассматриваем, я духовный, мир бездуховный. Есть такая позиция? Я хороший, а там они все плохие. Я вышел из дома, а там все гадкие. Ну или вон там как ролик у меня, я люблю животных, а люди все недостойны любви. Я их знаю, я выходил в тот мир, нечего там и даже смотреть, рыпаться, вот у меня кошечка, собачка, здесь классно, а там мир плохой. Так вот, смотрите, в этом случае вот этот плюс я духовный, а мир бездуховный, себе этот плюс поставить невозможно. Ну просто нельзя. Потому что духовный человек становится тогда, когда он через исихазм, то есть вот перестройку своего мышления и переназвание всех мирских ценностей и каких-то явлений в духовные, он тогда и становится духовным человеком и у него обязательно становится духовным мир. Вот главное таинство, вот главное таинство. А мы пытаемся думать, что мы-то духовные, а там-то вот вся бездуховность и мы-то сейчас некоторые еще и пытаются выйти и эту бездуховность как-то переделать, а ее переделать нельзя. Никогда здесь не будет рая, я вас уверяю. Мы можем жить в неком райском таком состоянии, если собрались и живем на отдельном участке, ой, куменой называемой, где мы духовные и среду создали вокруг себя духовную. Вот ведь в чем проблема и вот в чем задача. И когда кто-то говорит о нет, я еще не религиозный, да я и не могу быть духовным человеком, вокруг-то какая, значит, все, вся там это нищебродство, духовное нищебродство, как я буду духовным. И этот человек говорит глупость, потому что если бы он стал духовным, лучше этого мира, который он видит, то он бы этот мир не считал лучше себя. Вот в чем христианство. Вот поэтому Господь говорит, поставь себя на последнее место. Считай себя хуже всего остального. И это можно достичь искренне, если ты занимаясь изихазмом, приходишь к тому, что весь мир духовный, даже со своими грехами, и в себе находишь качество, как эти духовные в миру явления приспособиться к себе или самому приспособиться к ним. То есть как они должны стать внутри тебя, эти явления духовные. Вот, вот, и здесь, как вы видите, классическая схема обычных отношений человека, которые я вам показал из менеджмента, не работает, не работает. Здесь нельзя сказать, что я хороший, а все остальные все плохие. Духовный человек не может этого сказать, что я хороший, а мир плохой. Мир божественный. Вот к этому-то и надо внутри себя стремиться. Больше того, это и есть аскетика, когда ты занимаешься вот таким переделыванием. Ой, что у нас тут наворочилось, смотрите, прошел ураган, ураган. А мы, матушка, были в отъезде в это время и только по телевизору видели, что на этой дороге прошел ураган. А теперь вот сами увидели, что те сосны, которые нас радовали, рядами такими ровными стояли. Ох, как их поломало. огромные. Вот это да. И там спереди еще есть такие. Ну вот, дорогие мои, я вам эту беседу на прогулке закончу выведами, что стоишь-стоишь тысячи лет на своем месте, все казалось хорошо, ты красивый, и вдруг раз ураган, и тебя сломало. Почему? А потому что стоишь, видите, в таком пространстве без опоры на окружающих. Если бы это был лес, то, может быть, этот ураган не так бы повредил эти деревья. Хотя и лес может повредить. Все, здоровья вам всем. Наверное, я уж слишком залез в какие-то такие дебри. Здоровья вам всем, радости, Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok